Девушки отдыхают Девушки отдыхают Слава Богу, нынче первая половина Первого сентября была Недождливая, дала возможность провести Линейки первоклассникам Замечательно, что Новый год учебный начался А кстати, областное правительство Челлендж, так называемый, организовало В том числе губернатор Выложил фото свои детские Я видел, да Почему общественная палата то же самое не сделала Вот члены общественной палаты Тоже можно было предложить им О чем мы симпатичные были в первом классе Я думаю, что есть на что посмотреть Красивые женщины в палате у нас И красивые мужчины Ну это так, к слову, конечно Это не к слову, это так и есть Итак, список Собственно членов Четвертого созыва Общественной палаты Кировской области Он уже известен Вот у тебя он перед глазами 48 человек 48 человек Надо напомнить слушателям нашим Что технологии, скажем, избрания Она была многоступенчатая То есть есть Впервые новые 16 человек Которых предлагает губернатор Есть 16 человек Которых предлагало законодательное собрание И вот уже эти две трети 32 человека Из числа заявившихся общественников Выбирали Всего их было 26 Оставшихся 26, Александр Александрович По-моему, да Вот в последнюю, в третьей уже части По-моему, да Из 26, 16, соответственно Значит, коллеги, я могу сказать Что вот позавчера Наконец завершился процесс Формирования общественной палаты Четвертого созыва Почему говорю позавчера? Потому что именно 4 сентября Подписано распоряжение Губернатора Кировской области Которым утвержден полный состав Общественной палаты Кировской области Четвертого созыва А так вы правы совершенно Это были три этапа, так сказать И три списка, как бы Значит 18, по-моему Июля, насколько я помню Губернаторский список Был распоряжение губернатора Сформировано и опубликовано 19 было заседание Законодательного собрания Там Конкурс был серьезный По-моему, 40 человек 41 снялся 39 там Заявившихся было За которые голосовали депутаты А выбирали 16 Ну и вот, как вы сказали 17 августа Эти первая и вторая Часть выбирали Из 26, по-моему, все-таки Да Свои 16 Ну и в итоге Вот сформирован этот Полный список Который теперь утвержден Распоряжением губернатора Ну, я бы что сказал Я так проанализировал Итоговый этот список Понятно, случайных людей Здесь нет И я очень рад тому, что Вот такой Созыв подобрался здесь Но мне интересно было Посмотреть Кто из предыдущих составов Попал Кто вновь совершенно Я сегодня могу озвучить Хорошие цифры Вот есть 7 человек Которые все С первого по четвертый созыв Бессменно являются членами Общественного облада Кировской области Это Ашикмина Тамара Яковлевна Это Иванова Валентина Павловна Я думаю, не надо называть Кто они неизвестные люди Не-не-не, можете назвать Можете назвать Ашикмина Тамара Яковлевна Это завкафедрой Фундаментальной химии Вятского государственного университета Это один из ведущих экологов Кировской области Да, мы часто приглашаем Валентина Павловна Иванова Детский фонд Почетные граждане Кировской области Марина Николаевна Копырина Коллеги, областная коллегия адвокатов Николай Витальевич Кощеев Полицейская ассоциация Сергей Александрович Крутиков Союз десантников Николай Владимирович Семеновский Перенатальный центр И Олег Юрьевич Ткачев Центр поддержки НКО Центр поддержки НКО Наверное, самый известный Общественник в Кировской области Вот семь человек Которые все четыре созыва Бессменно Но это признание заслуг людей В именно общественной деятельности Прежде всего Как я понимаю Я могу сказать Что это очень активные члены Общественные палаты Но тут надо напомнить Что ограничений По количеству вхождения В общественную палату Их нет Их нет Совершенно нет Можно вообще, так сказать Дублировать Вот взять 30 И весь в 4 перевести Никаких здесь нет Кроме того, что Они же выбираются Да, ну и кроме того Понятно, что у людей Ведь и обстоятельства Тоже меняются Конечно Мы понимаем, что Если человек готов работать Это хорошо Кто-то и сам говорит Нет, я больше не буду этим заниматься Я сюда случайно попал Там прочее все Да нет, ну и обстоятельства В жизни не меняются Конечно Теперь есть 6 человек Которые со 2 по 4 созыв Это Элунор Гусейнов Который представляет Азербайджанский фонд Да Елена Владимировна Закалата Областная больница Ведущий гинеколог Обосколог Кировской области Так же, как Николая Семеновского Наверное, многие люди знают Да И добром поминаем Эдуард Алексеевич Носков Зам.директора Владимир Васильевич Савины Генеральный директор здрава Сергей Николаевич Улитин Центр поддержки Ой, простите Центр общественного контроля В Сирии ЖКХ Ну вообще-то он Сейчас скажу Энергия, по-моему ВТК Энерго Да-да-да ВТК Энерго И Андрей Ильич Усенко Вице-президент Торгово-промышленной палаты Он же член Общественной палаты Российской Федерации 17 человек Это те, кто Третий вот сейчас Созыв находится И будут четвертым Остаются Алексеев Сергей Алексеевич Это Всероссийская Организация Общества слепых Это Березин Андрей Олегович Так Зам.председателя Совета директоров Банка Хлынов Это Бусыгин Николай Георгиевич Ну пенсионер Заслуженный работник Сельского хозяйства Российской Федерации В прошлом Созыве Зак.собрания Зам.председателя Законодательного собрания Человек известный Нашим аграриям Очень Это Волосков Сергей Александрович Исполнительный директор Амутнинского Металлургического завода Он и третий Четвертый Кто Ваш покорный слуга Ершова Нина Николаевна Известный очень человек Центр психологической поддержки Центр социальной психологической помощи Семье и детям Я хочу сказать Что Нина Николаевна Еще и в первом созыве была Она вот второй пропустила А второй она по-моему В качестве эксперта Работала Общественная палата Владимир Викторович Жуйков Это зам.председателя Правления общества знания Светлана Владимировна Занько Ее мы знаем хорошо Главный редактор Вашего радиоканала Дмитрий Евгеньевич Захваткин Это генеральный директор ООО торговой компании Пробиотик Киров Ну и благотворительный фонд У них Да Это Наталья Алексеевна Катаева Тоже ее все знают Наталью Алексеевну Знаем Самый главный эксперт по ТОСам У нас Это точно Специалист И фонд Вятская Соборность Это Зайрбек Гаджевич Лобазанов Директор Общества Сорганизационной ответственности Агролес Вятка Это город Слободской Это Владимир Геннадьевич Огородов Председатель Агропромышленного союза Это Борис Ананович Ожегин Председатель Сельхозкооператива Имени Кирова Было в нашей студии Недавно Ну вот хорошо Это Евгений Васильевич Сметанин Это сейчас Советник Генерального директора Научно-исследовательского Института Биотехнологической Индустрии Это Надежда Солезанна Федяева Это руководитель Общественной организации Яшлек Что переводится как Молодость Татарская организация Фат Мударисович Хайрулин Генеральный директор Ассоциации Сельхозпредприятия Кооперативов Вятка Плем И Игорь Михайлович Шарипов Директор Филиала Юридического Кольжа Международной полицейской академии Вот это люди Которые Третий и четвертый созыв Уже опытные Ну и новички Напоследок И вот новички Я так сказать По фамилии Называть не буду Прочитаете в распоряжении Но я назову цифру Вот я посчитал Мне было интересно И таким образом Шесть Бессменно Прошу прощения Семь бессменно Шесть Второй четвертый созыв Семнадцать Третий четвертый Итого получилось Тридцать человек Сорока восьми Восемнадцать новенькие Если говорить в процентах То ротация Тридцать семь с половиной процентов То есть более чем На одну треть Обновился состав Общественного Это хорошо? Я считаю Что это хорошо Единственное Что вот Я высказывал И в вашей студии Пожелание Хотелось бы Чтобы побольше Молодых людей было Но вот К сожалению Молодых Молодых Александр Александрович Какого возраста Уж так Если придираться По классификации Вос По-моему До сорока Пяти Молодым считать По классификации Вос Но я хочу сказать Что я бы рассматривал Даже с двадцати лет Так сказать И вот эти люди Там с двадцати До тридцати пяти Скажем Активные У нас есть Такие Главные ребята А двадцать лет Это еще студенчество Если говорить А у нас есть Очень активные студенты Которые работают В общественных организациях Студенческих Замечательно И не только студенческих Поэтому жалко Что таких людей Не попало сюда Потому что А были? Были кандидаты Я считаю Что С одной стороны Понятно Как бы Должны быть Какие-то заслуги Уже перед Кировской областью У кандидатов Членов Заметным человеком Должен быть В чем-то Но с другой стороны Молодость и энергия Это Извините Это качество Которые к сожалению Быстро проходят Но пока они есть Надо этим пользоваться На благо Кировской области Это правда Вот к сожалению На мой взгляд Вот тут Так сказать Как-то Не додумали И сами Может быть Молодые Я встречался В молодежной аудитории Несколько раз За этот период И призывал Ребята Ну выдвигайте У вас столько Общественных организаций Предлагайте Тем более Сейчас ведь Вот вы уже Володе сказали О том Что схема Немножко поменялась То есть Три части Они как были Так и есть Но Поменялись Кто может выдвигаться В губернаторский список Если раньше Это просто Губернатор сел Задумывался Вот я знаю То сейчас губернатору Предлагают Те общественные организации Наши региональные Которые являются Структурным подразделением Всероссийских организаций Их не так много В Кировской области Это уже некое ограничение И плюс Это получается Что первично Это предложение Вносят все-таки Общественные организации А губернатору Рассматривают Из всех предложений Выбирают Так сказать Свои 16 По ЗАГСобранию Здесь Региональные Ростовы Общественные организации И Третья часть Это местные Общественные организации Это вообще Впервые Такое Да Вот это вот Кстати История С градацией Тех организаций Которые могут Выдвигать Кандидатов Она Я насколько Понимаю Некоторых Потенциальных Общественников И кандидатов В общественную Палату Запутала Что ли Я вот так Скажу Люди Которые подавали Документы На Вступление В общественную Палату В список Законодательного Собрания Они просто Не обратили Внимание На то Что организации Разного формата Скажем так Да И потом Вот из-за этих Непоняток С документами Да Слушайте Ну я не знаю Все люди Грамотные Да Мы разъясняли Это сотни раз Так сказать Министерство Информационной Политики Разъясняло Аппарат Зак Собрания Разъяснял Ну вот Мы не обратили Внимание К сожалению Знаю Что те 40 Которые Рассматривались Первоначально Зак Собрания Они По формальным Признакам Так сказать Все проходили Ну Там Видимо Может быть Более ответственно Подошли Не знаю Давайте сейчас Небольшую паузу Сделаем Александр Галицких Секретарь Общественной Палаты Кировской области В нашей студии Продолжим Очень скоро Программа Дневной разворот Продолжается В студии По-прежнему Анна Лапшина Владимир Сметанин И наш гость Александр Галицких Секретарь Общественной Палаты Кировской области Темы у нас две Пока говорим О новом составе Общественной палаты И поговорим Еще о гражданском Форуме Который пройдет В конце В 20-х числах С 18-го По 20-е Октября На мой взгляд Может я не прав Волнительным моментом Было как раз Избрание Форумирование Последней Третьей Александр Александрович Как вы оцениваете Вот эту процедуру Как она проходила Процедура Совершенно традиционная Во-первых Это тайное голосование Это рейтинговое голосование Здесь Каждый Свои предпочтения Выражает Один на один С бюллетенем Он подписывает Или нет Или это Растайно Это просто Сдается документ Голосование Нормальное Организованное Счетная комиссия Урну проверяют Все как полагается Все как на выборах Как на выборах Четко Все очень И мы Приглашали Всех Кандидатов Кто заявился Не все пришли Кстати Вот это удивительно Вот это я считаю Что Ну это конечно нехорошо Просто Если уже Общественная организация Не пришел ты автоматически Выбиваешь Выбиваешь из списка Нет Получается так Что кое за кого проголосовали Кого знают Да Но я понимаю Что могли там Не прийти по каким-то Уважительным очень причинам Но честно говоря Надо было Все причины в сторону Уж если тебя выдвинула Общественная организация И ты готов работать В палате Должен прийти И давали каждому слово Пожалуйста расскажи Что ты хотел бы здесь делать Чем заниматься И прочее Вот это кстати история С презентацией кандидатов Это первый раз такое происходило Почему нет Каждый раз Каждый раз так они Каждый раз И себя рассказывают С собственно Приветственным словом Так сказать Обращайтесь С небольшим С заявительным Таким словом Вот что я бы хотел Визитная карточка Кандидата Да Вот к сожалению Конечно мне не понравилось То что не было Некоторых кандидатов Но Там был вызван попытки Вы где вообще Мы тут вас ждем Ради вас собрались Или это уже не входит Нет Ну аппарат кому-то и позвонил Так сказать Там у кого непонятно Было почему Кто-то заранее предупредил Что он не придет Поэтому Ну это я считаю На совести уже кандидатов Главное сейчас К тем из них Кто не пришел Но все-таки был выбран Так С пристрастием Я бы наверное Даже сказала Подходить Да И прям следить Чтобы они ходили На заседание Я думаю да И принимали активное участие Новые члены общественной палаты Иногда плохо себе представляют Что вообще-то Это достаточно серьезная нагрузка Да И времени много занимает Это же активное Должно быть участие В работе Ладно там пленарка Раз в два месяца Комиссии Которые ежемесячно Есть рабочие группы И надо ведь не просто Прийти и отсидеть Там Надо вникать В проблематику Которую обсуждать А если уж инициатор Выступать Простите Да Каких-то собраний В общественной палате Тут еще больше Собственно Времени на это тратится И мне вот Пытаемся выстраивать Так дело Чтобы и на совете Это обсуждаем палаты Чтобы Инициаторы Разные бывают Можно прокукарекать Так сказать Ну-ка делайте Там нет Ребята Уж если ты выступил С инициативой Так ты веди Эту дальше инициативу Сопровождай Контролируй Добивайся того Чтобы это было сделано Еще у меня Тогда вопрос Вот не очень много Я так понимаю Членов общественной палаты Из области Да Большинство все-таки Это Киров Аня вы правы Это тоже кстати Вот такая головная боль Но это я знаю Что во всех созывах Ну Там в комментариях Это конечно С тем что Вот как раз Человеку приходится Довольно часто Ездить в Киров На заседания То есть люди здраво Оценивают Да Свои возможности Да Но это плохо И расходы Не компенсируют Расходы никто не компенсирует Естественно нет Вот И это конечно плохо Потому что Должны Должны быть Представители из области Более мощные Области Это не один город А сейчас Технических каких-то Возможностей Проводить такие вот Ну заседания комиссии Например Подключать кого-то Да По скайпу Еще как-то Вот это практикуется Или нет Или пока еще нет Нет Ну заочные Иногда мы проводили Советы Так сказать Заочное некое голосование Ну человек Понятно Решение свое Может озвучить В режиме там Скайп конференции Не проводили Пока такого нет Может быть Подумать над этим Посмотрим Да Но в любом случае Придется рассматривать И затрагивать темы Которые В том числе В районах области Они постоянно В том-то дело Что эти темы Постоянно выходят На заседания комиссии На саму палату На совет палаты И конечно Приходится приглашать Людей из этих районов Плохо Что нет представителей В палате От вот Группы скажем Районов Каких-то Но тут наверное Стоит рассматривать Вопрос шире А вообще Там в том числе Эта же деятельность Общественных организаций В районах Насколько она там Активна Да Насколько там кипит Ну вот как раз В третью часть Могли бы попасть Уже местных Организаций Очень много Но не получилось И кстати Подавали из целого Ряда районов Вот в эти 26 Но они не прошли в итоге Но были такие Из дальних районов Ну я должна сказать Что там есть люди Которые живут в Кирове Там например Да Но у них вот Проблемы районов Каким-то образом Знакомы им Да В том числе По профессиональной деятельности И прочее Конечно Особенно те Кто представляет Сельхозтоваропроизводителей Да Ну Если по большому счету Разобраться И Ткнуть в каждого из нас То у нас там Корни где-то далеко 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 за пределами Собственно Но не все бывают Областного центра Не все ездят домой За яблоками и сливами Владимир нам привез Из Журского района Прекрасные яблоки и сливы Так Давайте сейчас Поговорим о том Что будет 26 Непосредственно октября 26 октября Будет первое собрание Нового состава Собрание должно быть Так сказать Естественно Будем приглашать Игоря Владимировича Васильева Губернатора Кировской области Чтобы так сказать Напутствие Дал новым членам Общественной палаты Сказал о том Как он видит Выстраиваемые взаимоотношения С органами Исполнительной власти Кировской области Ну Основные вопросы Зак собрания Да естественно Владимир Алексеевич Губернатора Кирова Всех так сказать Участников этого процесса В обязательном порядке Вот Зак собранием Кстати мы очень тесно работаем Юрий Александрович Балыбердин Председатель комиссии Зак собрания Он бывший Сам член общественной палаты Он на все наши ходит Советы Пленарки На многие комиссии То есть Всегда с нами И здесь Очень тесно сотрудничаем Кстати сказать И с министерством Внутренней информационной политики Очень тоже Тесное взаимодействие происходит Поскольку Замминистра Который пока еще Замминистра Зайцев Владимир Михайлович Он одно время работал Руководителем аппарата Общественной палаты Он тоже хорошо знает проблематику Все это Знает процессы До октября Кто-то будет заниматься Координацией Взаимодействия С общественной палатой Но Я так понимаю Что Должны быть сформированы комиссии Это тоже Право Самой общественной палаты И каждый созыв Количество комиссий Их название Меняется Какие это комиссии Во-первых От чего это зависит Ну скажем Такой дурной пример Приведу Вот если бы Никто от Аграрьев Не попал бы То какая комиссия По аграрным вопросам Без агрария Смысла нет Нет людей Которые профессионально В этом понимают Если нет экологов Соответственная комиссия По экологии По аграриям Слава богу Получилось А вот по экологии Мы уже с Тамарой Яковлевной Разговаривали Тут Где-то неделю назад Проблема Это большая Ну во-первых До сих пор Невосполнимая потеря Марата Ширчевна Френкель Представитель комиссии Который такой был Так сказать Паровоз В деле Защиты Экологических Экологических Безопасности Кировской области Несмотря на возраст Несмотря на возраст Активнейший человек Разумное совершенно Предложение Он добивался Реализации А самое главное Да Я вот думаю Попробуй откажи Марату Ашерович Да Бурков Николай Не пошел сам Аркадьевич Николай Аркадьевич Да Тамара Яковлевна Она задумалась Тамара Яковлевна Без этой комиссии Невозможно Конечно Вы не представляете Сколько обращений идет По экологическим проблемам Общественной палаты И кто-то должен это рассматривать На профессиональном уровне Поэтому И так чтобы Так сказать Когда мы приглашаем Наше министерство Можно было разговаривать Оно равных с ними Да Аргументированно Аргументированно можно было Поэтому вот От самого состава В многом зависит Зависят те комиссии Которые будут сформированы Так А вот все-таки Здесь надо понять Что будет в начале Что потом То есть сначала Формируются комиссии И в них уже Люди набираются Там да И говорят что да Я готов работать В этой комиссии Или все-таки Сначала внутри палаты Определяется Что вот у нас есть Тема экологии Есть тема аграрная Есть такая Здравоохранение Сколько человек Готовы работать А потом уже смотрите Сколько Я думаю что во первых Мы проведем Конечно до официального Первого пленарного заседания Такое рабочее Типа Организационное Где проговорим с людьми То есть Надо ведь идти От мнения Самих членов Что сверху навязывать Это все Вот Немаленькие Вот именно Все люди здесь С опытом большим Заслуженные Так сказать люди Поэтому я думаю Что предложения будут Понятно Вот комиссии Которые Без которых Как бы обойтись нельзя Вот я назвал уже Да Плюс Комиссия по взаимодействию С органами Солнечной власти Понятно что Она должна быть Комиссия по проблемам Гражданского общества Тоже должна быть Конечно Ну а дальше Посмотрим Межконфессиональные Межконфессиональные Межнациональные По вопросам здравоохранения Как говорит Владимир Здоровый образ жизни Здравоохранение Может быть дети Там поддержка Поддержка Я думаю что Некоторые Само по себе Они обязаны быть Потому что Проблематика Которая волнует Всех жителей Кировской области Ну и кстати Да уж Раз мы говорили Заговорили по отдельным Каким-то темам С пенсионеров Ведь у нас будет Представлен Да Ольга Сергеевна Колесникова То есть возможно Что и в сторону Так Золотого возраста Да Что-то что-то Будет Комиссия Комиссия По делам Золотого возраста Мне кажется Надо комиссию Не по делам Золотого возраста Создавать А комиссию По делам Предпенсионного возраста Которые Решают Вот все вопросы Связанные там И с трудовыми Какими-то там Вещами Да Вот ну Инициативы какие-то Как защитить права И с образовательными Какими-то вещами Людей Предпенсионного возраста Потому что Нам обещали ввести образовательные какие-то курсы и переквалификацию. И Ольге Сергеевне, кстати говоря, в этом большой опыт, потому что университет третьего возраста, там при пенсионном фонде. — Молодя, вы как-то очень жестоко, золотой возраст. Мне больше нравится в последнее время. — Мне слово пенсионер просто не нравится. — Серебряный возраст. — А, серебряный возраст. — Да, вы как-то уж сразу золотой. — Ну ладно, пока серебряный. — Но пока не бриллиантный. — Дороже для сердца. — Дороже для сердца. — Вот я еще по комиссиям хотел спросить, если действительно вот такая ситуация, когда комиссия не набирает достаточного количества членов, но есть активные люди, работающие в этой сфере, и готовые принимать участие в работе комиссии, не являющиеся членом палаты. Они в качестве экспертов общественной палаты могут выступать. — Анна, отвечаю вам. Здесь два ответа у меня. Кроме комиссии мы имеем право создавать рабочие группы. Ну вот яркий пример. Две рабочие группы, которые одна больше работает, вторая — первый год. Рабочая группа по контролю общественного, контролю по дорожному, ремонту и строительству. Прекрасная работающая группа. Но группы создаются не на постоянной основе. Вот мы каждый месяц на совете продляем на месяц действия этой группы. Потом как-то не будем продлять, когда необходимость идет в этом. И вторая группа в этом году создана по предложению общественников, же это по общественному контролю в сфере тарифов. Очень хорошо работает. — Про нее, кстати, мы как-то мало знаем. Надо ее пригласить. — Я рекомендовал вам пригласить в студию Евгения Васильевича Сметанина, который руководит. Руководит рабочей этой группой. Он взял на себя эту ношу. Очень активно работает вопрос. Ведь касается всех. Вот этот вопрос касается всех жителей Кировской области. Тарифы и в сфере ЖКХ, жилищные, транспортные и так далее. Буквально я сейчас к вам пришел из общественной палаты. Мы проводили, на троих встречались. Евгений Васильевич, я и Михайлов Максим Лаиславович. — Оригинальная служба по тарифам. — По его инициативе встреча была. Мы обсуждали как раз вот ближайшую совместную деятельность, как нам, потому что подходит период, когда они сейчас тарифы на следующий год утвердят, так сказать. — И самый главный из них, наверное, это тариф на вывоз мусора. — На вывоз мусора. Сегодня очень волнует людей. И мы это рассматривали уже на рабочей группе. Но и сегодня мы вот проговаривали, что, ребята, вы торопитесь, потому что если перед Новым годом людям преподнесут такой сюрприз, что вот вы с первой на работе сколько платить, но такой подарок никому не нужен. — Надо, конечно, да. — Давайте сейчас, это в октябре, что в начале ноября уже, так сказать, это все было. Вот сейчас обсуждали, как мы это будем рассматривать и на этой рабочей группе. Может быть, даже мы вынесем на совет палаты этот вопрос. Может, вопрос очень важный, животрепещущий в целом по тарифам. И вот эта группа рабочих. — Две рабочие группы. — Две рабочие группы. — То есть этот инструмент работающий... — Хочу сказать, что если возникнет необходимость такая от людей, запрос пойдет от жителей Кировской области, ради бога, мы организуем рабочую группу. А сколько она просуществует? Столько, сколько она будет эффективно действовать. Как только будет не эффективно, до свидания. — Ну или не нужна, потому что проблема, например, не такая острая стала. — Второй вариант, о котором вы говорили... — Я говорила о том, чтобы привлекать экспертов к работе комиссии. — Да, и это, конечно, эксперты общественной палаты. У нас достаточно серьезный пул экспертов общественной палаты. Ну вот я хочу сказать... — Кстати, количество экспертов не регламентировано. — Нет, оно не регламентировано. Они тоже по необходимости как бы... Ну вот, например, очень активный эксперт был в этом третьем созыве Андрей Васильевич Воробьев. — Который стал членом. — Который стал членом общественной палаты теперь. Совершенно закономерно, я считаю. — Темой ЖКХ занимается, Андрей, я напомню. Так, у нас незаметная реклама подошла. Давайте прерываться. Александр Александрович Галицких, секретарь общественной палаты Кировской области. Через 40 секунд мы продолжим. Программа «Дневной разворот» продолжается. Остается у нас еще 12 минут. В студии Александр Галицких, секретарь общественной палаты Кировской области. Третьего созыва или третьего состава? Третьего созыва. Третьего созыва. А говорим мы о старте, скажем так, работы четвертого созыва. 26 октября первое собрание. Уже поговорили о том, что будут сформированы комиссии на этом заседании, на этом собрании. Утверждены. Утверждены. Формирование начнется заранее. Совершенно верно. И 26 числа будет, как я понимаю, избираться, я не знаю, как сказать, руководящий состав. То есть секретаря общественной палаты, заместитель и секретаря тоже 26 числа? Совет палаты это секретарь, заместитель и председатель комиссии. Давайте по процедуре пройдемся. Как это все будет строиться? Процедура очень простая. Члены палаты сами вносят предложение по кандидатам в секретаре, в замы секретаря. Это как, это в письменной форме? Да почему, встал и сказал, я предлагаю. Я вставляю свою кандидатуру. Нет, могу свою, могу от соседа его нового предложить. Это именно 26 числа будет происходить, не заранее они должны. А что, да, нет. Так, и это все в наглядной форме. И все, и пойдет голосование, да. По-моему, там открытое. Есть ограничения по количеству или нет? Да, ради бога, каждый может удивить. Хоть каждый. Конечно. А руководит процессом, собственно, голосованием будет действующий секретарь или уже какой-то посторонний? Нет, нет, нет. Это уже будет кто-то, кого вот на оргтособрании определят ведущим этого первой пленарки. То есть это будет, очевидно, кто-то из... Из членов палаты. Ну, из членов палаты, я думаю, ну, разные принципы есть. Как вот в ЗАГС собрании, там, когда выберут новый состав, старейший депутат открывает. Это какой-то церемониймейстер какой-то. Ну да, то есть человек, который чисто организационные такие вещи должен есть. И количество заместителей, секретаря тоже определяется на пленарке. Ну, Александр Александрович, не можем не спросить, чувствуется ли вы в себе желание? Ну, одного желания мало. Во-первых, понятно, что есть некоторые вещи, которые начали мы делать сейчас, и хотелось бы продолжить движение это. Потом, конечно, хотелось бы, чтобы общественная палата, так сказать, довольно весомую роль играла в общественной политической жизни Кировской области. Коллеги ведь сама жизнь подсказывают. Вот мы с вами здесь обсуждали и до, и после выборов президента этот уникальный опыт общественных наблюдателей от общественных палат. Смотрите, что происходит. Это же было только изменение в закон о выборах президента. В июле Государственная Дума, Совет Федерации и президент подписывает изменение в закон о выборах в Государственную Думу. И вводится это институт общественных наблюдателей. Несколько субъектов Российской Федерации успели уже летом изменить свое законодательство. Под свои выборы вводится. Мы не стали здесь торопиться. Во-первых, непонятно было еще, так сказать, с федеральными, как там с Госдумой будет, не будет. Сейчас мы это получили, прочитали. И вот мы на Совете уже приняли решение в августе. Мы образовали рабочую группу. Будем... Поскольку общественная палата у нас имеет право законодательной инициативы, то мы будем инициировать изменения в три закона Кировской области. Закон о выборах губернатора, закон о выборах законодательного собрания и о выборах органов местного самоуправления. И будем вводить вот этот институт общественных наблюдателей. Наблюдатели это общественные палаты. Я надеюсь, что депутаты нас поддержат в этом, потому что опыт-то уже хороший показали. Это совершенно независимые наблюдатели. Хотя, с другой стороны, это же ответственность огромная. Это головная боль для общественной палаты будет. Потому что их надо найти. И это совершенно бесплатно люди работают на выборах. И если говорить о Кирове, опять же, проблема, может быть, не так остро стоит. А в районах, конечно. Если говорить о районах области, то да. Ну, я хочу сказать, что вот 9 сентября у нас сейчас выборная кампания тут не будет общественных наблюдателей, поскольку у нас законодательство это пока не предусмотрено. Но мы надеемся. Вот по моим-то планам, если все нормально, мы эти выработаем предложения, то где-то, может быть, в октябре, их же надо рассмотреть, рабочая группа мало, совет палаты. Потом пленарка должна рассмотреть. И я думаю, что мы где-нибудь в октябре внесем в законодательное собрание. До гражданского форума. Я думаю, что, наверное, до гражданского форума. В первой половине октября получается. Да. Скорее всего так. И планируем так. Чтобы там была возможность с депутатами изучить это все. И где-нибудь, может быть, на ноябрьском пленарном заседании ЗАГС собрания рассмотреть в первом чтении эти поправки. Я с Владимиром Васильевичем Быковым уже проговорил на эту тему, так сказать, что мы будем инициировать и будем добиваться, чтобы это произошло. То есть, вот смотрите, получается, что есть вещи, которые, ну, как бы, хотелось бы продолжать. Я один пример привел, мог бы несколько привести. И чтобы общественная палата играла такую заметную роль в жизни региона. Я, с другой стороны, самовыдвигаться я не собираюсь, естественно. Если коллеги, посмотрев на этот полуторагодовой опыт моей работы в качестве секретаря, предложат, отказываться я тоже не буду. Но это же не означает, что никто другой не может предлагаться. Еще раз говорю, там каждый может быть предложен. Мне кажется, наоборот, чем более конкурентные, скажем так, будут выбрать, тем правильнее. Потому что это все-таки общественная палата. Конечно, это совершенно нормально. Ну, а ваш личный взгляд, если так посмотреть на коллег, кто уже в четвертом созыве, есть люди, способные занять постсекретарями, продолжать так сказать? Вне всякого сомнения. Не буду называть фамилии, но я таких людей и ни одного. Да, но мы же понимаем, да, что все-таки в общественную палату мы говорили об этом. Люди, которые добились чего-то и которые продолжают еще заниматься какой-то общественной деятельностью сейчас. Эти люди, конечно же, должны понимать, да, что если они становятся секретарем общественной палаты, какая-то часть тех обязанностей, она вот, к сожалению, да, будет на кого-то другого. Вот, кому-то другому будет передано. Достаточно хлопотная должность секретаря общественной палаты, скажу вам. И время затратное. Очень, да. Итак, 4 минуты у нас на то, чтобы осветить хотя бы в основных каких-то моментах подготовку к гражданскому форуму. Гражданский форум, который состоится чуть пораньше в этом году, чем обычно. 18-20 октября. Да, итак, основная тема. Значит, тема определена этого форума давно уже, и она совершенно логично вытекает из указа президента Российской Федерации, который объявил 2018 год годом волонтера, добровольца. У нас тема эта же. И это совершенно для нас логичная тема. Я всегда говорю, что вся общественная палата, члены, это волонтеры. Все работают на общественных началах. Сейчас мы формируем секции, тематику секции имею в виду. Не могу пока вам озвучить, потому что в каждой комиссии сейчас идет обсуждение. Ну, некоторые, я знаю, предложения уже, какие предлагаются секции. И, ну, например, вот та же рабочая группа по дорогам на той неделе участвовала в их заседаниях, хотя они члены рабочей группы, но люблю там бывать, время отрывать, потому что там интересно. Деалоги интересные. Там живое обсуждение. Когда они в студию приходят, о-о-о-о. Ну, я понимаю. И, кстати, на их рабочую группу смешников приходит, о, и немеренное количество. Ну, это правильно. И, значит, обсуждали, они хотят вынести на гражданский форум вот итоги своей работы за два года, по сути дела. Вот те акты, которые каждый год рабочая группа составляет. Это серьезная аналитика, очень-очень серьезная. То есть будет секция по дорогам? Будет, однозначно будет. Значит, сейчас комиссии определяются. Я думаю, что количество секций, ну, примерно будет, как и в прошлые годы. Важно ведь, что секция — это не только название проблематики, которая плюс привязана еще к волонтерству в какой-то степени. Плюс должны быть люди, которые готовы выступить и делиться опытом. Плюс это должно быть интересно людям, которые придут на этот гражданский форум. Я, кстати сказать, сразу приглашаю всех желающих с 18 по 20 октября на сей раз. Я всегда с благодарностью говорил Леониду Николаевичу Пугачу. Они, так сказать, всегда добро и безвозмездно принимали гражданский форум. И нынче готовы принимать в стенах университета. Но мы решили маленько выпендриться и обратились в детский экосемический центр. Это мы давно уже сделали еще где-то в мае. Светлане Витальевне Шумайловой. Светлане Витальевне Шумайловой к министерству культуры нашему. И мы договорились, получили от всех добро, пошли навстречу нам. Ну, поскольку уникальное такое учреждение образовано в Кирове. И хотелось бы, чтобы в нем проходили серьезные мероприятия. И вот в этом зале, в большом зале на 200 человек, мы проведем пленарное заседание форума. А дальше, пока этого еще не делал никто, открываю секрет, но с Светланой Витальевной все проговорили. И даже больше, она уже даже репетицию этого провела. Потом, значит, это же единственный в Кирове зал-трансформер. Так и создавалось, так сказать, он делится на четыре части. Так вот, секции пойдут в этом же зале, но разделенном на четыре части. Как заверила Светлана Витальевна, она все проверила. Даже с микрофонами, когда говорят в каждой из частей, не слышно в соседней. Друг другу не мешают. Друг другу никто мешать не будет. Вот мы задействуем такие возможности уникальные детского космического центра. Приглашаю всех. Хочу сказать, что сайт гражданского форума 2018, он уже создан. Он сонирует, я заходил, смотрел. Видимо, по мере он будет наполняться. Там будут разлучиваться и секции, собственно, и там же принимаются заявки на участие. И заявки на участие, и я так понимаю, что там же принимаются заявки на организацию секции. То есть можно предложить свою секцию, и это все будет рассмотрено. Ну вот в прошлом году, например, неожиданно для меня, раз выплыло вдруг, и я побывал, мне было интересно, я специально пришел потом на одно из заседаний этой секции, обсуждали вопрос семейного обучения. Я не думал, что это так распространено теперь в Кировской области. Не только в Кирове, я хочу сказать, в Кировской области. И приехали мамы, в основном, так сказать, тех детей, которые дома находятся на этом домашнем обучении. И надо сказать, что этот формат выбирают дети, да. Это семья выбирает сама, и очень интересное обсуждение было. Были представители власти, естественно, те, кто с этим связан. Вот для меня это была неожиданная такая тема, оказалась очень актуальной для целого ряда людей. Она довольно непростая, да, многогранная такая, да. Так, вот буквально полминуточки у нас остается. Да, я вот просто уточню, к какому примерно времени будут сформированы уже вот программа форума. То есть, 18-го он стартует? Нет, я думаю, что в начале октября все будет сформировано. В начале октября уже все будет готово. И мы готовы это вам все предоставить. Отлично, спасибо. Спасибо, Александр Галицкий, секретарь общественной палаты Кировской области. Спасибо. Наш гость. Мы на этом программу дневной разворот завершаем. Я не прощаюсь. Особое мнение депутату Госдумы Кирилла Черкасова через 20 минут начнется. А я прощаюсь. Всем до свидания.